Это Prime Time, и мы продолжаем. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Больше 900 миллиардов тенге может стоить ТО Mobile Telecom Service с такими известными брендами, как Tele2 и Altel. То есть примерно на такую сумму может рассчитывать Казахтелеком при продаже 100% акций дочерней компании. Эти цифры, кстати, озвучивает аналитик Freedom Finance Global Даниар Уразбаев. Напомню, вчера по итогам переговоров президента Касымжумарта Токаева и эмира Катара Шейха Тамима Бенхамада Альтани было подписано несколько документов. Один из них предполагает, что катарская компания Power International Holding планирует приобрести ТО Mobile Telecom Service. С подробностями наш экономический обозреватель Анель Едельказе, она уже в студии. Анель, добрый вечер. Ну вот возникает такой вопрос, насколько это Казахстану может быть выгодно, и что вообще эксперты говорят, как эта ситуация, эта сделка может повлиять на рынок телекоммуникаций? Добрый вечер. Дайте сразу уточнить, что такие подсчеты были сделаны на основе доходов и расходов за 2022 год. Поскольку данных за прошлый год в открытом доступе еще нет, при этом важно отметить, что в озвученных показателях не учитываются прочие мультипликаторы и аналоги внутренней факторы роста самого ТО и рынка. Обо всем по порядку в следующем обзоре. Почти 129 миллиардов тенге составила чистая прибыль Казахстану в 2022 году. Это на 32% больше показателя предыдущего года. Такие данные приводят к консолидированной отчетности оператора связи. Доля мобайл-телеком-сервиса тогда составила 50%. То есть доход порядка 64,5 миллиарда тенге приходится на оператора Altel Tele2. При этом вероятность того, что оценка окажется в верхней половине диапазона, те самые 900 миллиардов тенге, довольно низкая. Для более точных подсчетов необходима как минимум история данных ТО, отмечает аналитик. По словам Даняра Уразбаева, учитывая и другие факторы, ожидается ближе к нижней границе диапазона.